Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Владимира Ильича Ленина вновь пришла изумительная советская актриса, народная артистка России Людмила Васильевна Зайцева. Здравствуйте, Людмила Васильевна! Здравствуйте, Людмила Васильевна! Да, вот мы записали первую нашу программу, я получил истинное удовольствие от нашего разговора, думаю, что и зрители, конечно, получили истинное удовольствие от этого непринужденного, искреннего, очень доброго и содержательного разговора, в котором Людмила Васильевна поведала и о своей юности, о своем, вернее, детстве, юности, о своей учебе, о замечательных учителях, о выдающихся и блистательных актерах советской театральной школы. Ну, Людмила Васильевна, вот нашу вторую программу мы традиционно как бы посвящаем вашей работе, вернее, вашему творчеству, и она идет под условным названием «Мое кино». И вот в связи с этим обстоятельством, у меня первый к вам вопрос. Вот вы заканчивали театральный вуз и мечтали стать театральной актрисой. Ну, в общем, да. А почему все-таки не случилось? Почему вы не остались в театре Вахтангова и почему все-таки ваша творческая стезя была сразу как-то связана с киноискусством? И именно там вы создали самые яркие, самые запоминающиеся ваши образы. Ну, в театрах Вахтангова берут не всех подряд, туда берут только тех, кого готовят на курсе, но у нас на курсе готовили Иру Купченко, она была... То есть уже ее приметили, условно, и вели. Да, ее вели, да. Я нет. Я болталась в каких-то там третьеразрядниках, не было амплуа какого-то. То есть я как бы вроде бы играла и то, и это, и это, а как-то чего-то определенного за мной ничего не было. То есть я вообще себя позиционирую как характерную вообще актрису. То есть не просто там героиня, а героиня с характером, скажем так, то, что мне близко, наверное. Ну, наверное, в тот момент меня не могли пригласить в театрах Вахтангова, меня не мог пригласить ни один московский театр. И вы знаете, по происшествию времени я очень понимаю, когда меня тут как-то позвали, пытались позвать в дом архитектора, много лет назад, ну, как бы творческая встреча с вами, вот с актрисой. Знаете, я как бы сначала согласилась, а потом отказалась. Я подумала, что пусть не обижаются городские люди, пусть не обижаются москвичи, а, понимаете, я не люблю публику. Вообще. Вот для меня понятие публика – это что-то вот публика. Чужеродное, да? Да, абсолютно. Для меня есть понятие народ. Вот народ. Не потому, что в Москве нет народа, но здесь как-то все настолько перетерто. Я вот смотрю иногда программы сейчас по каналу «Культура», где вот «Линия жизни» приглашает людей. И вот я вижу, что там сидит публика. Мне это не близко. Мне проще… По-людски, по-простому. Ну, не то, что по-простому, но мне больше как-то… По-человечески, да? Да, как-то вот на публику. Я не публичная артистка, я народная артистка. Ну, так оно и есть. И не только по званию, но и по содержанию. Не обижаются меня публика. Ну, так оно и есть, потому что дело в том, что публика – это вообще отдельная, так сказать, как бы инстанция. Категория, да. Вот отдельная категория. Особенно, особенно в Москве и в Питере. Есть артисты, которые рассчитаны на публику. Вот они рассчитаны на публику. Я как-то на публику не рассчитана. Я понимаю, что они меня поймут, и мне есть о чем сказать, и мне может дать что-то о чем почитать. Ну, мне как-то вот… Некомфортно. Не ваша среда. Не моя. Вы не откроетесь на такой публике, да? Да, наверное. То есть не получится вот этого искреннего, настоящего человеческого разговора, да? Нет, может быть, не получится отклика. Потому что артист же, он же не сам по себе работает, он же все равно как бы отдача зала. Питается соками, ага. Да, может быть, я ошибаюсь. Все, мы эту тему сняли. Но вы все равно все-таки стали актрисой театра киноактера в 76-м году, по-моему, да? Ну, да, это уже… Но это чисто формально. Ну, это уже потому, что я начала работать в кино, сниматься в кино, поскольку я в московских театрах, где меня не показывалось, меня никуда не брали. А вы все-таки показывали, да? Конечно. Но Марьяна Рубенна, она мой худрук, она считала нужным все-таки худрук моего курса, что надо как-то меня куда-то протолкнуть. Меня даже пытались с театра переты устроить. А в качестве кого? Ну, я неплохо пою вообще. У меня, конечно, не, так сказать, не оперный голос и не это, но я неплохо. Я даже на экзамене по актерскому мастерству пела две песни, романс, еще одну песню пела. И мне даже вот зачет поставили по песне. То есть я защищала диплом песней. А, вот так же. Ну, там не было вокальных особенных все, но там было актерское, скажем, больше мастерство. Да, это была такая песня. И мимо нот вы не попадали, да? Нет, ну нет. У меня очень хороший слух. Я не знаю ни одной ноты, я не умею играть ни на одном инструменте, кроме нервов близких. А что касается пения, у меня такое природно поставленное мецо-сопрано, и я очень хорошо схватываю и очень хорошо могу вторить. Например, кто вот поет первым, я могу вторить. У меня мамочка вторила всегда. Тетя у меня пела первым голосом, моя тетя, тетя родная. Дядя Андрюша бас был, мамочка была мецо-сопрано, скажем так, вторым голосом пела. Так что у меня да, у меня да. И я вот в Шукинском училище защищалась песней. Ну, у меня, кстати, тоже семья. У меня отец хорошо пел, я вроде перенял от него. Иногда, когда выпью, я люблю попеть. Ой, а я если выпью, то просто распоюсь, сразу буду петь. Причем, будучи коренным москвичом, я могу спеть и украинскую песню. Мне многие украинцы говорили, а ты откуда родом с Украины? Нет, откуда родом? Редной маты моя, ты ночейной доспала. Это уже советская украинская песня. Ты водила мене у поля край села, и в дорогу далеко. Ты меня на зори провожала, и рушник, вышиванный на счастье, дала. Ой, замечательно, это же Майборода, по-моему. Да, Майборода, да. Замечательная песня. Я прошу прощения, мы немножко отвлеклись. Так вот, да, вот в театр мы все-таки не попали, в классический театр. Потому что все-таки театр... Ну, любой табар не попал, и ни в Гоголя, ни в классический, ни в драматический. Никуда меня не взяли, и я... А кому вы показывались вот из... Я показывалась театр Гоголя, я показывалась театра Пушкина, я показывалась на Таганку. Да? Да, ну, и как-то никуда меня не взяли, потому что, собственно, такой роли не было, вот, так сказать, такой вот. Понятно. А потом вот так вышло, что я узнала, что на студии Горько будет сниматься фильм, это был 71-й год уже. Вот я закончила 70-й, я куда-то уехала с концертной бригады, была какой-то ведущей, потом 71-й год, и я узнала, что будет сниматься Азорь из Истихии фильм. И я прочла в журнале «Юность» эту повесть Бориса Львовича Васильева, и она меня, конечно, потрясла тогда, прям, потрясла такая вот внаженная, правда, ну, такая трагическая история девочек вот этих пятерых. И я поняла, что мне ловить нечего, надо идти как-то вообще куда-то устраиваться, куда-то хотя бы съемочную группу, хоть массовку где-то меня возьмут. И я пришла к Ростоцкому сама. Это на Масфильм? Или на Горького? Нет, нет, это студия Горького, нет никакого отношения к Масфильму. Я вообще на Масфильме очень мало снималась. Я снималась в основном на Ленфильме, на украинской телестудии, на киностудии Довженко и на студии Горького у меня в основном роли. На Масфильме у меня мало ролей, хотя я была потом, стала штатной актрисой. И я пришла к Ростоцкому, предложила свои услуги, и он меня утвердил на роль Кирьянова, не просто в массовку взял, а потому что массовка там была большая, девочка была. Ну, да, да, да. Он мне у Кирьянова предложил роль. Вот, я... Это старшина? Да, старшего сержанта. Старшина – это Васьков, это Мартынов Андрей, а старший – сержант Кирьянова, по-моему, комсвода Кирьянова. И это была ваша первая роль в кино вообще, да? Да, да, да. А съемки проходили в Карелии, по-моему, да? В Карелию, мы поехали весной в Карелию, были «Белые ночи», были эти, как их, вот эти, которые заползают. А, понятно. Клещи там были «Белые ночи», клещи, комары, но мы все были молодые. Станислав все еще было 49 лет, мне он казался таким взрослым, он же уже фронтовик был, 49 лет. Это когда ему пятилетие праздновали, ой, ужас, 50 лет, это уже такой старый. Ну, да, да, да. А какие у вас воспоминания остались вот о нем, как о человеке, о режиссере? Вот что такое вот было? Все ведь отмечали его не только особое творческое дарование, но вот особые человеческие качества. Это действительно так, да? Ну, во-первых, он был человек не закрытый, а компанейский. Он собирал нас. Мы собирались на берегу озера, ребята ловили рыбу, мы варили уху, и мы каждую ночь были «Белые ночи», мы каждую ночь до утра просто там не было утра, там, одна заря сменить, другую спешить, до ночи полчаса. Поэтому он прекрасно читал стихи, прекрасно знал поэзию. Он рассказывал нам о войне очень много, потому что нас надо было в это ввести. Понятно, да, погрудить. О войне, да, что такое женщина на войне. Рассказывал какие-то и смешные истории, и драматические, и сам-то он был спасен женщиной-санитаркой, когда лежал в болоте с подстрельной ногой и не мог выползти оттуда, она его вынесла. Ему же ампутировали ногу. Ну, да, да, да. Да, да. Поэтому, вы знаете, он был, ну, он был общительный человек, он был, знаете, бывает, режиссер снимается, а потом уйдет к себе в номер там и там сидит, и никто ему не нужен. Напротив, у нас просто была одна большая дружная компания, мы под гитару пели, и так и надо работать. Работать надо весело, работать надо сообща, работать надо... Кино же это временно все, люди собрались на какое-то время и разбежались. В театре там люди долго работают в одном коллективе, становятся террариумом, террариумом единомышленников. И друзей. Да, единомышленников становится, да. А в кино вот люди собрались на какое-то время и разошлись. Ну, не всегда так бывает. Бывает потом, что это остается как бы все равно, даже если ты не снимаешься у режиссера у этого, ты все равно остаетесь, ну, не то что в друзьях, но вы родные друг другу люди остаетесь. Вот так у нас после «Зори тихих». Во-первых, мы девочки все подружились и до сих пор, ну, не дружим, но, по крайней мере, я знаю, что Андрей Мартынов, это Андрей Мартынов, Ирочка Шевчук, Олечка, Лена Гропека, да, Катя Марк, да, Долганова Ирка. Нас собирает часто в Москве на какие-то мероприятия, когда чествует наш фильм. Поэтому мы, мы как, ой, я вам даже скажу больше, был какой-то юбилей фильма, и нам карельское правительство, президент Карелии прислал два вагона своих, то есть нас прицепили его вагоны к поезду Москва-Петрозаводск, два вагона, где мы жили, мы всю ночь ехали, там была кухня, там было все, нас поели кормили. Да, и вот мы поехали в Карелию на празднование юбилея Зори Тихих. Нас там принимали просто, ну, как, не знаю, как... На уровне божеств, да? Просто, да, во-первых, мы оттуда вывезли огромное количество клюквы нам подарили, корзины с грибами, с клюквой, во-вторых, мы ездили по тем местам, где мы снимали фильм, нас там в селе уже, кто был малышней, они уже выросли, они уже взрослые. Они уже внуков воспитывали. Да, они внуков, но нас в каждой избе нам накрывали столы, нас почивали, то есть нас там встречали, как герои. Но дело в том, что фильм действительно замечательный. Да. Он тронул сердце буквально каждого человека, любого возраста и любого достатка, статуса и так далее. Вот то, чем, кстати, советский кинематограф вообще славился. Он пронзительный, конечно. Пронзительный. Он пронзительный, потому что потом, меня спрашивают часто о том, кто потом в фильмы сделали, вот эти ремейки, я не смотрела, во-первых. Ну, может быть, время имеет право на свою какую-то свою каждое время интерпретацию. Но это что, а Зорезе стихи Ростоцкого, наш фильм, он классика. Вы знаете, дело в том, что в последнее время снимают огромное количество фильмов про войну. Это такие пустышки. Смотреть их настолько противно. Вы знаете, в моем представлении это какой-то плевок в память наших великих предков, спасших страну и мир от фашизма. А вот советские фильмы про войну в большинстве своем, в том числе «Азури здесь тихие» или «Пришел солдат с фронта», или знаменитый фильм с Кононовым, Одиноковым и Борисовым. На войне, как на войне. Аля Гер, ком аля Гер, да. Да, понимаете? На войне, как на войне, да. Вот такое ощущение, как будто ты с людьми, вот действительно, вот они, фронтовики, понимаете? И не только вообще лжи, вообще. А сейчас... А горячий снег по Юрию Васильевичу Бундареву. Геозарова фильм. Да. А Озеровский фильм это... Освобождение. Освобождение. Это же... Ну, это... Классика. Батальные, так сказать, произведения. Да, люблю все, что угодно. Я, например, может быть, это не имеет отношения к нам. Я, например, очень люблю пересматривать, когда показывают по телевидению, фильм Бондарчука «Война и мир». Да. Ну, посмотрите, это при том, что техника была не американская, как сейчас все, сейчас уже и американская техника, и компьютерная все. Ну, да, да, да. Ну, посмотрите, какие батальные сцены. Масштаб, масштаб. Посмотрите, какие съемки. А вот эта сцена, когда Захава играет Кутузова, когда он говорит «И поделом им там, и мордой говно, и поделом им». Да, и жаловость русского, жалостливость русского солдата по отношению к врагу. Какие роскошные станицы, какая-то Кира Головко, которая играет, как она играет сцену, когда Петю убили, как она это играет. Да там все просто потрясает. А это сцены, когда несут смоленские иконы Божьей Матери. А, перед Бородинским свяжением. А, какая сцена! Это просто вот хочется на колени встать. Слушайте, это во времена советской власти. Да, да, да. Это вот к вопросу, кстати, о лживости всех наших рисоносцев, которые говорят о том, что якобы советская власть была богоборческая. Конечно, Сергей Федорович Ванарчук, это я сама лично с ним не была знакома и не принимала участия ни в одном фильме, но он всегда говорил, у меня в одном кармане партбилет, в другом – Евангелие. И ничего мне не мешает. И у меня у деда… Убить Родину, и творить, и делать хорошее кино. Да, да, да. Вот, так что… И соединять советское и русское. Да, конечно. Тем более, это нераздельно все. Это абсолютно нераздельно, да. Вот россияне, простите, дорогие россияне, вот тут я… Ну, да, да. Немножко меня… Но это другая тема. Но это другая тема, да. Скажите, пожалуйста, Людмила Васильевна, вот понятно, что в вашей богатой кинобиографии особое место занимает, конечно, Виталий Менников, наш великий советский режиссер, который, к счастью, жив-здоров, хотя ему уже за 90… 91-й год, да. Да, я знаю, что вы ездили, поздравляли его с юбилеем. Да, да. Расскажите немножко о работе с ним, о тех фильмах, в которых вы снимались. Я просто назову пару самых, может быть, известных фильмов. Это «Здравствуй и прощай». «Начальник Чукотки». Нет, в котором вы снимались. А, я-то, да. Да, но «Начальник Чукотки» – это классика, безусловно. Вторая классика – это «Здравствуй и прощай». Это такой изумительный фильм, который… Вы знаете, вот у тебя поганое настроение. У тебя все валится из рук. Да. Включи телевизор, посмотри этот фильм, и тебе захочется жить. Как у Пушкина. Откупари шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро», и все сразу станет хорошо. Вы знаете, это такая игра актера. Вот это вот «Ку-ку». И ты, говорит, «Ку-ку». А какие потрясающие сценарии «Мережка». Как все очень смешно. Чего мы ночью-то идем? Чего крадемся-то? Да тебя же нельзя днем-то показывать. Все, никуда я пойду. Ладно, иди, иди. Ой, штаны порвал. И чего вот жена зашьет? Сколько у него детей? Уже поженил. Трое? Так у тебя же тоже трое. Сделаем тебя к мать-героиню. Ну, там все шедевры. Понимаете, все шедевры. А какие Кононов и... Павлов. Павлов. Витя, да. Это же просто. А Брандуков, Боря. Нет, когда вот это, говорит, у меня, говорит, руку оторвало... Оторвало. Оторвало. Это не было в сценарии, это оговорка была. Просто вот оторвало, да. Да. А мне больно, говорит. Причем, смотрите, как все выстроено. Закручено, как, смотрите. Начинается все как бы, да, как-то, так сказать, пустичком. Житейно, да. Да, да, да. И как это потом выходит в драму. В драму, да. В драму несостоявшихся отношений, любви. Вот это вот как-то все кончается, в общем-то, на такой печальной ноте. Мудра какая там замечательная. Да. Как это все, вот как это все выстроено. Ну, я вам должна сказать, что вот к Мельникову я попала так. Вот я снялась в «Зорьях тихих». Я снялась у Василия Макаровича в «Печках-лавочках» в массовке. А, да, да, да. В том же году я поехала на Алтай. Это когда они провожали их на юг, вы там... Да, Ваньку Расторгуева с женой, да, провожают на юг, да. Там в массовке. Я первый раз пока попала на Алтай, но «Шукшин» – это у меня, так сказать, еще одна тема. А вы с «Шукшином» общались, да? Ну, а как же мы снимались у него в «Печках-лавочках», конечно, и потом общались. Ну, вот. И у меня простой заявок на меня нет, как на Чурикова. Вы помните в фильме «Начало»? На вас заявок нет. Да, да, да. Да, и я случайно знакомлюсь с ассистентом режиссера этой картины «Здравствуй, прощай», которая в запуске. И она приезжает в Москву, привозит сценарий Ефремову, поскольку Ефремову очень любил Нельников. А, то есть он его практически сразу определил? Да, да, он у него снимался и в других потом фильмах. Он вообще очень его любил. Мама вышла замуж. Да, 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 да. И мы знакомимся с ней, она говорит, что героиню ищем на роль Шурки. Ой, слушай, а не хочешь ли ты почитать сценарий? Говорит она мне. И я тут же в какой-то квартире, где у нас какой-то идет сабантой по поводу масленицы, жарятся блины. И это было, кстати, в общежитии МХАТа. Я дружила с Ксюшенькой Мининой. Царствие небесное, она уже покойная нынче. Актриса МХАТа замечательная, кстати, актриса ленинградка. А вы приехали просто отметить праздник? Мы приехали, да, гулять. Гулять, масленицы, блины жарили, там что-то собрались. И там рядом какая-то комната пустая. Я пошла читать сценарий. Я читаю сценарий и понимаю, что это мое. Вот это мое. Вот так же у меня было с Шукшиным, когда мне дали сценарий печки-лавочки почитать. Хотя у меня там роли не было. Я сижу в коридоре студии Горького, читаю сценарий. И мне такое все родное. Эти разговоры мужиков, эти проводы, песни, которые поются. То, что он едет по России, и эти все диалоги. Все настолько просто вот какое-то родное. Я хочу в этом принимать участие. Знаете, как сценарий читаешь? Вот ты хочешь в этом принимать участие или не хочешь? То есть это сразу... Вот он может быть хороший сценарий, но я не хочу в этом принимать участие. Вот я не хочу. Филин не говорил в свое время, что нужно для хорошего фильма. Он говорил сценарий, сценарий еще раз сценарий. И вот меня Надя знакомит с Виталием Вячеславовичем Мельниковым и с Мережко. Они сидят в гостинице «Россия». К ним ходят артистки, с которыми не знакомятся, которых они рассматривают на предмет главной героини. Там перебывало очень много актрис. То есть там проб не было? Это было просто знакомство? Нет, нет, знакомство. Понравился ли вам сценарий? Ну, как обычно. Ну, чтобы не везти артистку в Ленинград на пробу сразу, а как бы посмотреть на нее... Ну, визуально, условно говоря. Так и меня визуально посмотрели. И меня вызвали на пробу. А, вот так. А кто вот помимо вас был, вы знаете, нет? Вот на этих смотринах? Ну, я могу сказать. Была Люда Максакова. Так. Но она точно не подходит под эту... Пробовалась уже в Ленинграде Люся Гурченко. Так. По-моему, была Валечка Теличкина. Ага. Ну, Теличкин это ближе где-то. Да, ну, я не знаю. Да, да, да. Ну, то есть много хороших актрис. Да, да, много хороших актрис. Да, да. Ну, утвердил меня Мельников. Он сказал Мережке сразу, вот она Шурка. А это он сказал там, в гостинице? Или потом? Он сказал она Шурка. Она, да? Он сказал она Шурка. Видите, какой глаз алмаз. Да, я помню такое кресло. В нем сидит маленький, раскосый человек. Абсолютно китайцы. А он маленький, да? Да, маленький, раскосый человек. Прям китайцы. И с короткой такой стрижкой ежиком, да? Да, да, да. Сидит такой маленький человек. И с такими смеющимися глазами. Такими смеющимися глазами. Такими вот прям вот как... Хитринка такой, да? Да, да, да. Такой издюбок такой. Они были у его мамы. У него мама Августа Даниловна Трапезникова, но она родилась на Дальнем Востоке. Поэтому я думаю, что там... Какие-то, понятно, даурские черты. Да, да, да. Там были, да. У Августа Даниловна тоже были всегда такие темно-вишневые, такие смеющиеся глазки. Это его мама замечательная женщина. Тоже о ней вспоминаю. Просто чудесные. Там в доме в этом потом паслись, дружили. Застолья были, ели пироги вкусные. Это в Питере, да? Тоже в Питере, да. И вот так я попала на эту картину. А снимали на Кубани? А снимали в Ростовской области. А, в Ростовской области, да? В каком-то совхозе или колхозе? В Новочеркасске снимали уличные сцены. В станице Синявской был найден дом. А это была целая экспедиция на несколько месяцев, да? Конечно, да. С весны до осени. Да, уже глубокой осени, вот когда мы убираем огород. А, это вот когда вот этот проход по станице, там, милиционеры, это уже... Нет, проход по станице, это все было летом. А, летом, да. А имеется в виду, когда милиционеры идут, проверяют противопожарные средства. Да, 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 вот это, да, да. Это уже осень. Осень, ну вот я и говорю, когда он спрашивает, все ли в порядке. И там, кстати, в этих сценах, по-моему, снято несколько жительниц вот этого. Нет, там все окружение, все птичницы, все это жительницы местных сел, деревень, конечно. Все это местная массовка. Я вам даже больше скажу, они приехали потом в Ленинград себе озвучивать все. Ничего себе. Да, все приехали с самогонкой, с салом, со всеми, как говорится, делами. Мы там пировали в гостинице, где они жили. Конечно, это все местное место. А вот это чувствуется, слушайте, но на самом деле абсолютно нету никакого, как бы, вот противоречия между присутствием вас в кадре и их. Вот как будто единое целое. Так меня не пускали, когда огораживали съемочную площадку на съемках. Когда я пыталась, я выходила за ленту и когда возвращалась обратно, меня милиция не пускала. Понятно. Куда прешься, да? Ну да, куда прешься. Да, столичница, да. Так что я была абсолютно... Во-первых, мы снимали без грима. Прекрасный был оператор Юра Векслер. Снимали без грима абсолютно просто вот так вот, как загорели, так и загорели. Выленила ей платьица, так сказать, там ничего такого особенно не было. Снимали в настоящем доме, в натуральном, в станице. В Мазанке, да? В Мазанке. Напротив жила тетя Ася, которая выяснилась потом, что она армянка ростовская. Тетя Ася, почему-то я думала, что тетя Ася, она казачка, она казалась, что он... Там армян много живет, да? Ну, конечно, когда она женила сына и приехало много армянской родни, и мы поняли, что тетя Ася армянка, которая там красит окна и говорит, Шур, Шур, имею право идете там. Она такая вот. Мы у нее там столовались тоже с Олегом Николаевичем. Там у нее отдыхали в жаркие дни. Он в своей комнате, и в своей комнате она нам давала. Да, по комнате мы отдыхали, потому что на площадке не отдохнешь на съемочке. Ну да, да, да. Так что там местные жители, да, снимались. А у вас вот понятно, что были замечательные актеры. У вас тоже, вот как и на съемках «Азорь здесь тихий» сложился вот такой вот... О, да. На многие годы и даже до сегодняшнего дня, я думаю. Во-первых, с Мельниковым. Ну, понятно. Понятно, да. И он вас потом и снимал еще. Да, да, ну да, да. Но Мельников из тех режиссеров, который по знакомству снимать не будет. Не будет, да. Если у него в фильме нет роли для вас, он не будет вас снимать. Он снимает... Если он вас не видит. Не видит. В своем фильме, то он не будет. Вот он видел, например, Гундареву, как он ее снимал в осенней... Ну, как назвать, охота? «Сарская охота». Нет, нет, Прозилова. Прозилова. А, понятно. По «Вампилову». «Вампилово», где играл Олег Даль, да? Да, где она играла, да. «Утиная охота». Вот он любил Леонова, он его снимал. Евгения Леонова, да? Да, и любил Олега Николаевича, он его снимал великолепно. И мама вышла замуж. И «Чужая жена или муж под кроватью». Потрясающий фильм. Найдите как-нибудь в интернете, пересмотрите. По Достоевскому. А там Макшакова, по-моему, играет, нет? Да нет. А кто там? Нет, там играет не Ёлова главную роль. Там играет Садальский, Табаков, Ефремов. Там прекрасный актерский состав. Великолепно по Достоевскому. Ага. Ну, этот фильм, кстати, да, он что-то не на слуху. Потом у него... Нет, нет, посмотрите. Потом у него был прекрасный фильм у Мельникова «Первая встреча. Последняя встреча». Да. Где, кстати, тоже играет Ефремов. Потрясающе играет Ефремов. Это он с Ией Савиной, по-моему, нет? Нет, 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 нет. Это с Ией Савиной, это Лапшин снимал Ярополк Леонидович. Это снимал «Продлись, продлись, очарование», по-моему. Совсем другое. Другое, да? Это от подводной лодки, от строительства подводной лодки, от шпионажа. Это еще в Царской России происходит действие. Там потрясающе играет тоже Олег Ефремов. Видите ли, Мельников тот режиссер, о котором на каждом углу не кричат. Не кричали никогда. Он сам по себе человек, он же скромный. И он следовал всегда своим, так сказать, вот он не мог снимать любой сценарий. Вот он выбирал те сценарии, которые отвечали его внутреннему... Ложились на душу. Да, ну не просто ложились. То ли иное время, то есть они отвечали как бы... Да, 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 да. Нет, он не следовал духу времени никогда. У него же они такие, они как бы отстраненные. Они абсолютно... Семь невесты Фрейта Разбруева или начальник Чукотки. Это вообще комедия, но революционер Миша Кононов. А Грибов какой роскошный вообще. Там на каждом углу, там перлы, сценарные, прекрасного... Нет, а Волков там старший. Володий, да. Николай Волков какой. Прекрасный. Володий Волуцкий, автор сценария многих его, и семь невесты Фрейта Разбруева, и... А его, так сказать, царская сага там и о Павле. Алексей. Да, да, Алексей, да. Петр. Где вы тоже играли. Да, тоже, так сказать, он... Ну, мы сейчас об этом поговорим. Мельников, ну, Мельников это чудо. Чудо. И работать с ним чудо, и... Потому что он выбирает у него... Вот вы знаете, когда у него... И он фигу в кармане не держит. Посмотрите, Рязановские фильмы. Там столько фиг в кармане. Получив от советской власти все, что можно и нельзя, ты вот эту фигу держал. Понимаете? А потом всю свою суть, гнилую суть, раскрыл, когда это можно было. И при другой власти получал такие же ордена, звания и награды. Ну, много таких есть художников у нас в истории театра и кино, которые бросали портбилеты, сжигали их, и фиги в кармане держали, да, хотя получали. Да, Мельников не из тех людей, хотя он сын репрессированного человека. У него от конца. Да, да, да. У нас вот, кстати, сейчас ректор прочитал замечательную лекцию о кинолекторе. Семейная сага Виталия Мельникова. Прекрасно. Посмотрите, у нас на канале есть эта лекция. Скажите, пожалуйста, а когда вы снимались в этом фильме, вот «Здравствуй, прощай», это шедевр, конечно. Причем я считаю, что это шедевр вообще мирового уровня. Вот у Владимира Меньшова есть замечательный фильм «Москва слезам не верит», получивший Оскар, да? Да. А мне кажется, вот этот фильм, даже по актерской игре и по замыслу, вот трагедийности этого сюжета, он вообще-то, мне кажется, стоит повыше. Может быть, я ошибаюсь. Я помню, тогда еще, по-моему, вышел «Укращение огня», фильм что-то. Ну, были такие пропезные фильмы. Он шел вообще где-то так, ни на каком фестивале он никаких призов не завоевывал, нигде его особенно... Не раскручивали. Ну, это считалось, считалось, как обочинные фильмы, на обочине такие. Ну, такие бытовые, такие, да, они не представляют. А моя приятельница жила во Франции, она там, ну, какие-то французы приехали, все, и они пошли в кинотеатр. И там еще кто-то из американцев что-то был, из друзей их. И она повела их показать этот фильм. И они вышли потрясенные, хотя они, так сказать, не ориентировались в нашей советской деятельности, но там все было понятно, отношения все. И они хотели со мной познакомиться. А я снимала квартиру, у меня не было своего дома. А, куда привезти их? Да, 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 да. А они думали, что я супермиллионерша, что после такой роли я должна была стать, ну, не знаю, супермиллионершей. Бриджит Бордо. Да, 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 ну, Софи Лорен, там, не знаю. Ну, да, 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 да. Звезды тогда были мировые, да. И мы просто пригласили их, я попросила Витю Мережку, мы пригласили их в Дом кино. И они вот так вот на меня смотрели, они думали, что я... Ну, мы, естественно, не раскрывали карт, но мы их просто напоили. Понятно, по-русски традиции, да? Ну, поскольку у Виктора Ивановича всегда был вот этот вот... Ну, понятно. Вот этот тост, вот они так вот делали-делали по три рюмки, а потом упали все под стол, поскольку... Ну, понятно. Мережка-провокатор. Да, Мережка-провокатор, а они это не выдерживают, они столько... Ну, да, 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 да. Поэтому, да, было такое все. Ну, вы знаете, я... Как говорится, все же я на судьбу не сетую. Слушайте, а скажите, пожалуйста, а вот Олег Ефремов, у вас в процессе работы сложились вот... Нет. Нет, да? Нет, никак. Чисто рабочие отношения были, да? Нет, нет, абсолютно никак. А с Коновым, с Михаилом? Ну, Миша трудный был человек. Трудный, да? А Миша надо писать отдельно программу. Миша был трудный человек. То есть, это вещь в себе была, да? Да, он такой был немножко, да. Отстраненный. Да, да, да. Ну, есть такие актеры, говорят, что вот тот же Витцин, например. Ну, да, да. Он не компанистский был, так вот как бы... На площадку выходил один, выходил с площадки другой человек. Да, да, да. А Павлов с Виктор? Ну, с Витей у нас прекрасные отношения. Мы, во-первых, снимались потом с ним и в Строговых. У нас потом три или четыре картины было, где мы вместе играли там не главные роли, но были встречи с Витей. Нет, ну, Витя, Витя совсем другой человек. Витя, человек общительный, Витя, человек с юмором. Я не говорю, что Миша человек без юмора. Миша тоже человек с юмором. Но у него свой, так сказать, был юмор. А они учились, по-моему, вместе. Они это однокусники. Даль, он, еще кто-то с ними. То есть, там тоже был знаменитый... Соломин Виталий. Соломин, да, да, да. Кстати, я тут вам хочу такую вещь сказать. У него же день рождения в начале октября было. И я вот обратил уже не первый год. Я делаю посты обязательно. В честь актеров, государственных деятелей, полководцев, которые родились вот в этот конкретный день. И я обратил внимание. Вот я делал, например, пост, посвященный, ну, там уже Александру Михайлову, там, той же Ини Чуриковой, которые тоже родились в октябре. Пятого октября. Да, 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 да. Витя, шестого октября родился Павлов. Вот я об этом и говорю. И у них там было несколько сот лайков. А у Павлова тысячи. Вы понимаете? И вот для меня... Ну, он был... И для меня загадка. Вот он, вот Павлов дальше, Владимир Самойлов, Владимир Яковлевич. Да, да. Тоже. Вы знаете, вроде бы он как бы не очень раскручен, но тысячи лайков. То есть люди... Да. Такой убедительный, настоящий, понимаете? Вот не грунчик, а такой вот настоящий. Особенно подлецы ему давались. Он играл с особым таким. Да, да, да. Я даже с ним снималась в фильме в одном, по следу «Властелина» назывался. Я помню, что снимали в Кабардино-Балкарии, где-то на Домбае, по-моему, и где-то вот там вот. Он играл, у нас с ним даже там какая-то борьба была. Ну, мы с ним там, он тоже плохого человека играл. Ну, у нас не было таких дружеских отношений. Он приезжал, отснимался, и все. Так же с Ефремовым. Он нас снимал. Нет, мы общались, мы ходили вместе, обедали. Мы ходили в гости в Ростове, куда его везде приглашали. Ходил с ним в гости. Ну, так, чтобы у нас, так сказать, были какие-то отношения такие дружеские или какие-то... А с Гундаревой? С Наташей мы подружились. Подружились. Ну, да, мы по Вахтанговскому друг друга знали. А, ну да, вы сказали, за что она училась. Да, да, да. Да, она на курс младше меня. Она к тому времени уже закончила. И когда искали на роль Надежки, я как-то посоветовала ее, потому что я ее видела прекрасной работой в студии Щукинской нашей. Она играла... Она играла все практически дипломы. Она была прима-звезда. Я ее видел несколько раз у Гончарова в театре Маяковского, в том числе в знаменитом спектакле, по-моему, «Виктория», где Джигарханян, она и Немаляева. Немаляева, да. Слушайте, я, кстати, Немаляеву не очень любил в кино, но я посмотрел ее игру в театре, и она... Это хороший был спектакль «Разгром», если вы имеете в виду «Разгром» по Фадееву. Там играл Джигарханян, там играла Немаляева, там играл Игорь Охлупин, Морозко. Да, 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 который умер вот недавно, Охлупин. Не знала. Да, умер Игорь Охлупин, да, да, умер. Прекрасный. Замечательный. Негромкий, но настоящий тоже. В Сибириаде он играл как замечательный. Да, 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 да. Вот был «Разгром», я помню, да. Наташу я помню в «Банкроте». Нет, это был спектакль «Виктория» о адмирале Нельсоне. Да, где она играла знаменитую «Леди Гамильтон». Вот там, да, да, и вот там, значит, супругу играла как раз Немаляева, «Леди Гамильтон» играла, а Джигарханян, да, играл самого Нельсона. Изумительный был. Вообще, Гончаровская и Маяковка был замечательный театр. И вообще вот эти советские театры, а у меня, я просто когда учился в школе, у нас классная была Борисовна, она была, ну, просто пришибленная театралка в хорошем смысле. А тогда театры какие были? Да, я Евгинского на сцене видел, я видел Жарова на сцене, я видел изумительную игру Валерия Носика в Малом театре, в Лесе, где он играл Аркашку Несчислицеву. Я в Амхате видел Евстегнеева, ну и так далее, и так далее. Это вот счастье, понимаете? А сейчас ходит на что? На голую задницу? Ну, знаете, я много лет уже не бываю в театре, как ровно как и в кино практически не бываю. Я не смотрю современных фильмов по телевидению, только избранные, так сказать, какие-то бывшие, какие-то фильмы или то, что меня заинтересует. Ну, не смотрю. Ну, конечно, о чем вы говорите. Моя мечта была, когда я заканчивала Щукинская, если меня бы тогда спросили, где бы я хотела работать, я бы хотела работать у Гончарова и у Товстоногова, конечно. Ну, Товстоногов это да. Это для меня были два неоспоримых авторитет. А вы знали их вообще, нет? Нет, ну откуда я знал? Нет, ну откуда? Никто меня не знал, никто меня не встречал, и нигде я с ними не встречался. Просто для меня это был вот эталон театра, вот театра, именно театра. Потому что когда я смотрела... С большой буквы театра, да? Да, да, да. Вот когда я смотрела спектакль у Товстоногова, я у него много пересмотрела, потому что я в Ленинграде снималась и ходила вечером на спектакли какие-то. А у вас какая-то контрмарка была, да? Да нет, ну снимались актёры какие-то из... А, понятно. Я со Стрежельчиком в каком-то спектакле играла телевизионно, поэтому меня приглашали актёры. Поэтому я ходила, и я, конечно, «Три мешка сорной пшеницы» с Олегом Борисовым. Боже мой, какой спектакль. Это просто я... Космос, да? Да, космос, космос, да. «Луна для пасынков судьбы», я помню. Нет, ну там всё, всё, что... Я, конечно, не застала уже о «Мещане». Ну да, с «Лебедём», да? Ну о чём вы говорите? Это просто... И даже сейчас по телевидению показывают «Мещан» в спектакле записи. Это не то. Я не могу оторваться. Нет, это всё равно то. Это его спектакль, его записи. Я не могу оторваться. Да, не могу оторваться. Так что театр – это... Слушайте, вот эта вот уходящая натура, вот так вот закроешь глаза и думаешь, «Господи, вот мы прожираем, я прошу прощения за это слово, советское наследство, говорят, всё никак не можем прожрать». А ведь прожираем, наше поколение уходит. А что нам, ваше след-то? Нет, ну всё равно остаются шедевры советского кино, которые люди специально покупают какие-то приставки, чтобы смотреть просто советское кино. Да, советское кино, да, да, да. И все мне звонят, когда смотрят что-то вот, и говорят, ой, смотрели сегодня это, смотрели сегодня это. Слушайте, а вы знаете, что молодёжь, спрашивали до 25 лет, какие фильмы они смотрят про войну? 58 процентов? Да. То есть две трети, сказали советские. Да, конечно. То есть они не смотрят современные фильмы. Это молодёжь. Нет, современные очень сложно смотреть. Очень мало каких-то достойных фильмов. То есть я практически даже не могу ничего, вот из последнего времени вообще не могу ничего. Ну, я не всё смотрю, но я, как говорится, ну, вы правы, правы, да, да. Держу мука в остро, и у меня какие-то вещи на слуху, и я не хочу. А скажите, пожалуйста, а вот помимо Виталия Мельникова, у каких режиссёров вы ещё снимались? Кто вот из них оставил, ну, яркий след в вашей творческой биографии? И что это были за роли, что это были за картины, и кто был вашими партнёрами вот на съёмочной площадке? Я снималась в двух картинках вот такого режиссёра, к сожалению, ныне покойного, Бориса Владимировича Яшина. Он негромкий тоже такой вот режиссёр, как и Мельников. Он тоже любит так вот, так сказать, такой вот, да, так как-то вот, да, да, да. Я снималась у него в картине по сценарию Володарского. «Долгий наш» называлась, с Лёней Марковой я снималась, с Наташей Андреевичем. Кстати, очень хорошая картина тоже. Видите, Павлов там играл тоже. Она такая настоящая. Я, кстати, тут разговаривал с Жанной Болотовой, она тоже обещала к нам обязательно приехать, и они дружили с Володарским и его семьёй. И вот у ней будет в воскресенье, по-моему, или в субботу день рождения у Жанны Андреевны. И она говорит, несмотря на то, что Эдик в конце своей жизни дал слабину, но мы всё-таки помним его и дружим с его вдовой. Он прекрасный сценарист. Да, да, да. Он был прекрасный сценарист. Просто вот, так сказать, скажем так, на уровне где-то и Габрилович был прекрасным сценаристом. У него очень много хороших, кроме там Лениниада, естественно, которая была тоже хорошая. Ну и, как говорится, и современные, такой вот в 70-х годах. У него были прекрасные. А второй фильм это какой был? Вы сказали, вот два фильма. Первый фильм это... Да, Долгинаш, и потом был такой фильм, назывался «Листопад». Вот, тоже я у него там снималась. И он такой интересный был, глубокий. Во-первых, он сам был подводником. Лодка их потерпела крушение, их всех списали. Потом он поступил в Абгик, он учился у Рома. А, у Михаила Рома, да? Да, с Андреем Смирновым. Они даже вот «Пять земли» фильм первый был у них, с Андреем Смирновым. Это их первый фильм был. Так что я у него снималась. Ну, я пробовала с очень многим режиссером. Я пробовала с Кризановым даже на «Иронию судьбы». Даже мне Эльдар Саныч тогда прислал письмо. Он так считал своим долгом сказать мне, что проба была прекрасна, Людочка, но вы еще слишком молоды для... Ну, это сразу после Щукинского. Для этой роли я... А вы с кем спарринги были, когда снимались на пробах? Там был Мехков или... Мехков. Мехков, да? Да, мы с Мехковом были. То есть вот эта вот сцена, да? Да, да. Она, понятно. Да, да. Или какие-то еще кто-то там, говорят, и Миронов вроде пробовала. Нет, нет, я не пробовалась. Нет, я пробовалась только с Мехковым, да. Я пробовала с Мехковым. У меня даже фотографии сейчас остались еще. Я много фотографий с кинопроб этих держу. Очень много фотографий. Ну, Мельникова я тоже, так сказать, и Ксения любимая, любимая жена Федора снималась, и Царевич Алексей снималась. И потом он снял уже вот в наше время «Агет бригада, бей врага» с Сухороковым. Да, Сухороковым. Он полюбил Сухорокова. В общем, Виталий Вячеславович любит или таких вот героев, как Ефремов, или он любит немножко странных артистов. Чудоковато. Да, вот к Мишу Кононова. Да, да, вот таких, да. Вот Сухорокова. Вот он полюбил Сухорокова. Слушай, ну, Кононов это такая... Как актер, я не знаю, как он человек, как актер, это такая прелесть вообще. Нет, ну, он ни на кого не похож. Абсолютно. Абсолютно. Слушай, я сам же учитель истории, и я всегда смотрю большую перемену вот через призму этого. И у меня даже там одно время, когда фильм шел, мне ученики говорят, «Евгений Юрьевич, мы про вас кино смотрим». Я говорю, «Какое?» «Большая перемена». Ну, да. Понимаете, там ведь и Касаткина прекрасно играет директора, потом Георгиевская какая-то там, колоритная. Роскошная актриса, да. Роскошная мхатовская актриса, роскошная просто, характерная. Да, да, да. Ну, вот смотрите, на Ленфильме у меня был Венгерова фильм, «Строговый» многосерийный. Слушай, ну, Венгеров был очень хороший. Он вообще в советское время «Строговых» показывали часто. Да, да, прекрасный режиссер, во-первых. Мы с ним так хорошо работали тоже очень. Вот он меня, правда, называл, «пригрел змею на груди». А почему? Говорил. Ну, у нас там были свои смешные такие между собойчики такие. Вот. И он, о, призрел змеюку на груди. Ко мне хорошо относился. Он все равно «Нюра» меня называл. Так «Нюра моя». Вот. Я в «Цементе» снималась. У меня была роль Даши. Это в «Цементе» Гладкова? Конечно, Гладкова, да. Я, кстати, очень винюсь, потому что меня как-то родственники Гладкова приглашали на какой-то был вечер в памяти Гладкова. Ну, уже вот в это время перестроечное. И никого не могли как-то найти. Все уже забыли. А ведь вещь сама по себе очень хорошая. Нет, но Гладков, Федор Гладков – это классик советской литературы. У Серафимовича я снималась, «Пески» у него рассказ такой был на студии Довженко. Он назывался «Затерянный в песках». Я снималась с Марком Пруткиным. О! Да, да, вот «Затерянный в песках». Вот эту я играю как девка, потом баба, потом она все теряет. Вот это вот, это же Лев Толстой поставил пять плюсов этому рассказу Серафимовича. «Пески» называется. Как пески. Это вот то, что сейчас в наше время, это символ, когда человека засасывает вот эта страсть к наживе, страсть к богатству. Пески. Человек в этих песках тонут. Вот тут, как моя героиня, вот она так идет у нас, так сказать, выходит замуж за богатого мельника. Он старый, она его там травит, он умирает. Потом приходит молодой парень в поисках жизни. Она с этим парнем начинает сожительствовать. И тоже его вот эта вот рутина засасывает. Она начинает что-то скупать, какое-то богатство. Ездит на какие-то ярмарки. Потом они начинают пить. И он умирает, апплексический удар у него. И она остается одна вообще вот в этой засыпанной песками избе, с этими горами песка, с этими шкафами. Вот знаете, он очень вот, его надо просто, жалко, что его не показывают. Слушай, ну да, да, у нас серьезные фильмы. Он есть в его сфернофонде. Да, он есть. Насчет которыми надо думать, смотреть. Нет, так какую-то развлекуху. Она остается вот в этом, и она случайно, случайно, она пронесла, и дом загорается. И она уходит из этого горящего дома и идет по проселочной дороге нищая, одинокая старуха, потерявшая все. Да, и идут, навстречу едет какая-то молодежь, которая говорит, бабушка, там Айда с нами. А она стоит, плачет, потому что ей некуда, она не может уже пойти за ней. Да, да, жизнь. Такой фильм. Снял не такой знаменитый киевский режиссер Микола Серафимович Ильинский. Очень трудные были съемки, потому что снимали под Херсоном, в песках, действительно, у меня были очень трудные съемки. А это уже вот на излете советской власти? Да, 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 это уже был 83-84 год. Вот такой вот год. Слушайте, ну вот ваша знаменитая роль у Пичела. Да, у Васи Пичела, маленькая Вера, где я тоже отказывалась сниматься. Вот послушайте, давайте о ней немножко поговорим, хотя наша программа заканчивается, но тем не менее мы посвятим этой роли. Вы знаете, я когда увидел, вот я ощущения свои помню до сих пор, я когда увидел вот эту вот химию и вот эти завитушки и вот этот вот разговор, а я как раз только приехал с Крыма. И вот там хозяйка, это вот была копия. Ну, так-то много так женщин носили. Послушайте, да. И я вот стою, и вот манера разговора, и вот эти сумки, и вот эта вот возня у плиты, и вот эти житейские, так сказать, я думаю, я стою, я стою и думаю, боже мой, какой, а я же Вас-то здравствуй и прощай. Да, да. И я смотрю и думаю, боже, какое перевоплощение, какая... Не-не-не-не, вот я вам серьезно говорю, я думаю, боже мой, как так вот вообще... Вот вы про Гриценко говорили, да? Вот гений перевоплощения, там его, например, генерал в 17 мгновениях, да? Да, да, Рощин в этом. Да, или Рощин, да, да. И здесь, я думаю, вот мы с Назаром разговаривали, и многие, потом он говорит, я вот выходил, а мне говорят, а что, ну посмотрели, безнадега. А как вот вы согласились играть, почему вы согласились играть? Ну это то, что безнадега, понимаете, уже пришло какое-то вот, вот уже вся, уже страна валилась, уже что-то стало расползаться, уже ушли какие-то идеалы. Мы играли каких-то, ну не идеальных людей, ну по крайней мере, таких вот героев других. А тут что-то, это как-то было очень удачно, видимо, подхвачено вот этими молодыми, потому что тогда пошло много... Да, поколение вот это новое, да. Да, поколение. Пичу, Кара и... Да, 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 да. Курсуляк и так далее. Да, 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 да. Вот они что-то, так сказать, подхватили, понимаете. Скажу вам честно, я не очень хотела. Я когда прочитала сценарий, ну как-то я не люблю такие какие-то забытовленные вещи. Я все-таки люблю, когда есть воздух в фильме, есть куда как-то врываться. И смыслы есть. Да, 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 понимаете, я люблю, как сказать, ну не то, что героическое начало, но оно мне ближе гораздо, чем вот это вот... Безнадега ру. Я могу это играть, понимаете, я могу это играть. Ну как-то меня Вася очень убедил, он как-то меня очень убедил, и вообще сценарий, он немножко отличался от фильма, я вам должна сказать. Да, он отличался. То есть он еще был хуже? Он был... Ну то есть острее, я имею в виду, да? Нет, нет, он был наоборот. Там не было вот этой сцены, вот этой постельной, вот этой сцены не было. Там другой актер начал сниматься, там Тадил Махарадзе, который снимался в «Покаянии». Там все совсем приятно. Это имеете в виду на роли мужа? Да, на роли мужа, да. Там была такая бытовая южная история, которую Вася знал, потому что он сам родился в такой семье. Ну да, он, по-моему, из Мелитополя, что ли? Да, да, нет, нет, зачем, из Мариуполя, из Жданова, да. Там мы и снимали этот фильм, да. Понимаете, там мы и снимали этот фильм. Мы все равно, вот мы для себя с Назаровым как-то, потом Юра пришел в эту картину, мы как-то для нее все равно, понимаете, вообще весь мир держится на любви. Эти люди любят друг друга, это семья, они любят друг друга, но они не знают, как это выразить, они не знают, как это вот... Чтобы это не был щенячий восторг. Да, 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 да. А с другой стороны, чтобы это было искренне, да. Все равно в этом фильме старшее поколение, отец и мать, они все равно здоровее, они больше друг друга любят. Вот это уже новая дочка, ее зять, этот ее парень, Сережа этот, и этот уходящий все время из этой семьи, вырвавшийся в Москву, брат, которого играл прекрасно, Саша, и не Греба. И понимаете, и это все равно там... Вот я вам должна сказать так, при всем том, что я и отказывалась, я когда идет этот фильм по телевидению, я его все равно пересматриваю. Вот я его пересматриваю, его. У меня вот муж был, он был режиссер и сценарист, и актер Ген Воронин. Он был совсем другого плана человек, у него совсем были другие сценарии, другие фильмы. Но он все равно... И даже когда мы приехали в Ленинград, была премьера в Ленинградском доме кино, Виталий Вячеславович был на премьере. Он сказал, ты знаешь, мать, у меня всегда мать звала, ты знаешь, мать, хорошее кино. В общем-то, хорошее кино. Оно, по большому счету, понимаете, оно как-то заставило людей немножко остановиться. Другое дело, что потом перестройка пошла по другому совсем пути. Другое дело, так сказать, что, как говорится, как плодами революции пользуются, вы понимаете, кто-то... Ну да, да, да. Так и здесь произошло. Но это как-то... Люди немножко... Взглянули на себя со стороны, может быть, да? Да, как-то остановились. Потому что, ну, вы знаете, это было триумфальное шествие по стране. Вот это было триумфальное шествие этого фильма по стране. По другим углом посмотреть на себя правдиво. Да, да, да. Боялись ведь признаться в этом? Да, да. В чем-то, да, боялись признаться. Поэтому залы были битком вообще. Билеты были... Мы проехали Белоруссию, мы проехали Юг, мы проехали Великолуга, Ленинград... Ну, много Псков. Сколько мы городов вообще проехали. Пол России, так сказать, все. Везде его встречали. Не то, что на ура. Всегда было гробовое молчание. Ну, и оно смотрится вот как предвестник действительно бури и развала страны. Да. Значит, он, я вместе с ним, и вы уловили... Да, что-то, да. Ну, мы исполнители, ну, завивка, но это, понятно, было придумано гримером. Не в этом дело. Нет, но нерв эпохи уловили, понимаете. Да, то есть пришло уже вот это поколение, вот Вася, да? Вася был тогда 25 лет, когда он смотрит фильм. Вот это пришло такое поколение, которое уже немножко по-другому смотрело на... Это уже не было какой-то особой преемственности. Хотя нет, там есть... Нет, но советская школа там чувствуется, чувствуется. Нет, но там есть все равно... Он не издевается, особенно над нашими героями, понимаете. И, так сказать, не в восторге от молодых. Да, да, да. Он от них не в восторге от молодых. Да, 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 абсолютно, да. То есть эта картина снята с болью? В общем-то, да. Ну, такой закрытый. Закрытый, да. Потому что Вася, царство небесное, так рано умер, до сих пор не могу с ним смириться. И потом, вот как бывает, потом ни одна картина его не выстрелила. Не выстрелила. Маленькая Вера. А потому что время другое наступило, и уже для других картин это время стало, а не для его картины, понимаете. Да, возможно, возможно. Мы в начале нашей беседы говорили о том, что начало своей творческой карьеры было связано в том числе и с фильмом Василия Макарча. Да, Шукшина, печки, лавочки. А вот немножко о Василии Макарча можно? Ну, у меня не было такого тесного с ним знакомства. Ну, просто и сама судьба его, и его рассказы, его фильмы как-то на меня очень, на мою душу как-то очень легли. И очень... Может быть, даже в последующем выборе ролей сформировал Шукшин. Ну, не то, что ориентировалась, понимаете, но это как нравственное начало. Вот Шукшин, все, о чем он писал, все, как он снимал, все, что он задумывал, и все, что он не существовал, для меня было... Печки, лавочки, мы поехали просто в окружение как бы такого вот главного героя, но я влюбилась в Алтай. А это на Алтае снималось? Конечно, это все снималось на Алтае, на его родине. Это раз. В Сросках там, да? Нет, Шульгинлок там было, село Шульгинлок. Ну, в Сроски мы приезжали, тогда еще была жива мама Василия Макарча. Я наблюдала за ним. Мне интересен он был, вот как он интересен был, что он не был похож ни на Ростоцкого, он как-то не был ни на кого похож, вот из тех режиссеров, которых я уже к тому времени как-то знала. Я видела, что это человек другого порядка, другого склада. Я видела, что ему как-то неуютно, вот не то, что в этой жизни неуютно, а что он, как сказать, он мог лечь под куст, вот так вот положить голову в фуфайке и вот так вот фуражкой прикрыться и спать. Потому что режиссеры требовали для себя определенных удобств, кресла. Комфорта. Да, комфорта, да. Он был абсолютно, так сказать, другой. То есть он не был человеком компанийским, да? Да не то, что компанийским. Он не был человеком вообще этой актерско-режиссерской, вот этой публики. Вот этой публики, этой, да, этой вот, так сказать, хотя он и с Тарковским дружил, и с Белой Ахмадулиной, так сказать, и ходил по домам разных знаменитых людей Москвы. Но он настолько был сам... Ну вот его невозможно было переделать, его невозможно было, как сказать, обтесать, скажем так, хотя он и не нуждался в этом, потому что я считаю, что Шукшин – это вообще народный философ. Перечитайте все его публицистические вещи, перечитайте его отношения и к крестьянству, и к истории России, и к кинематографу, и к человеку, и его знаменитая нравственность «Есть правда». Это был человек абсолютно, ну вот, как сказать, пришелец, который расколол вообще мир кинематографа. Поэтому его «Печки-лавочки» – все-таки она, наверное, одна из его... Ну, конечно, я любила его и ваш сын, и брат. Потом, конечно, «Страсти по Егору», про Егора Прокудина. Но «Печки-лавочки» – он гораздо глубже фильм, потому что он фильм о России. Русский человек едет из глубинки по России, едет. Разные люди встречаются. Проходимец, профессор, станции, снимает массовку, людей русских, так сказать, дедушка, которому я читаю письма с дороги главного героя, который сидит на печи, свесив ноги, который пытается что-то рассказывать о другой жизни. Понимаете, ему была... Ну, кому-то интересна судьба каких-то отдельных людей. Шукшина была интересна судьба России, судьба русского человека в тех условиях, которых он уже никогда не снимал ни о передове веках, никаких, об этом и не снимал. Ему интересно было, как мужик топит баню, как он к этому готовится, что такое для него была баня по субботам русскому человеку, его какие-то размышления. Понимаете, это был, это абсолютно был народный философ для меня. Поэтому для меня, конечно, его шедевр – это все равно печки-лавочки. Конечно, Калина Красная Россию сколыхнула. Что вы говорите? Сейчас вот приходите на кладбище, на Новодевичье, там всегда Калина Красная обязательно приносят. Это какое-то пронзительное фото. Ведь ему было всего 45 лет. Да, да, да. Последний раз мы с ним встретились живьем в Новороссийске, где я снималась в цементе. А они с Лидией Николаевной, было триумфальное шествие Калины Красной по стране, они приехали с премьерой. И вот мы с ним там встретились. Они, по-моему, в Баку потом уехали. Он в Баку получил первый приз. Уже после Баку он уехал. А, после Баку, да? Да, да. И он мне очень обрадовался. Меня как-то это очень… Тронуло, да? Ну как-то. Он мне сказал, маленькая, я слышал, ты в каком-то хорошем фильме снялась «Здравствуй, прощай». Еще не видел, но посмотрю. Я говорю, Василий Макарченко и Алину Красную. Я помню, я посмотрела в Ленинграде, я шла пешком с Петроградской стороны до гостиницы «Советская». Это было совсем в другом месте. Это было такое потрясение. Мы с приятельностью с актрисой смотрели. Он мне отдал цветы. У них было много-много цветов. Была весна. Такая хапка. А это в гостинице было, да? Да, да, да. В гостинице «Бригантина», где мы жили. Мы жили, снимались там. Жили, а они тоже на какое-то время остановились там. Вот была моя последняя с ним встреча с живым. Потом похороны только. А на похоронах вы были, да? Да, конечно. Конечно, была на похоронах. А потом я познакомилась с режиссерами Ренитой Юрой Григорьевыми, которые дружили с ним, которые сняли фильм «Праздники детства». Я играла уже мать Василия Макарча, Шукшина. Мы опять поехали на Алтай. И уже там я стала своим человеком. И в Алтай для меня каждый год потом шукшинские чтения мы ездили туда. И документальный фильм снимали Василия Макарыча. Я уже знала и Наталья Макаровна, сестру его, всю его родню. И там мы сняли «Праздники детства» по его рассказам, замечательным рассказам. Называется «Из детских лет» Ивана Попова. То, что Василий Макарович носил мамину фамилию до 16 лет Попов Ванька. А я не знал этого. Василий Попов он был, да. там и двоюродный брат его, Ванечка Попов. Он был Попов. А потом, когда он получал паспорт, он взял фамилию Шукшин. На Алтае не говорят Шукшин, там говорят Шукшин. Шукшин. Да, Шукшин, да. Ну, знаете, Алтай, Шукшин это особая огромная тема вот для меня, это стало такой же второй родиной, как и Кубань, где я родилась, физически я родилась на Кубани. А духовно? Не то, что, нет, но все мои духовные, конечно, все, что во мне заложено, это, конечно, заложено на Кубани. Но на Алтае они для меня настолько похожи чем-то. Ну, естественно. И песенным, и народам. На Алтае абсолютно непостижимы ни на кого похоже народ, так же, как на Кубани. Все перемешано. Черкесы, все, что проходило через Кубань. Черноморские казаки, все кто-то посетили, Черкесы, все же там перемешалось. Ну, да, да, да. Вот это из-за Кубани, что пришло. Армяне. Все это вот такой вот южный вот такой вот. Почему мне было понятно, когда я играла в маленькой Вере. Понятно, эта женщина, вот она тоже южная. И на Алтае. Это что такое сростки? Это сросшиеся несколько, это вот пришли. Одни оттуда, одни оттуда, одни оттуда. Это баклань, голожопка. Знаете, почему голожопка? Потому что ходили, когда на тырла собирались разные, вот тырла – это сходка, это молодежь собиралась. Да, да, да. Так и девки задирали платье, у них трусов не было, поэтому их называли голожопка. Это баклан. Бакланы – это был, бакланы такие были, они были хулиганистые, больше, понимаете. Там же разные, вот сростки срослось. Из разных мест России приехали туда, в Сибирь покорять, ну, так сказать, вот заселялись из разных мест. Вот Василий Макарович роднее, они из-под Самары, они оттуда, 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 оттуда корни, оттуда тоже. Волжские казаки, да? Волжские казаки, да. Почему он, наверное, и проразин хотел? Почему вот это вот, и вот это вот скулы его, этот раскос из глаз, вот такая вот, раскос из глаз, такая вот такой вот тип. Ну да, там же перемешались, там же и татары, и черемисы, и мордва. Там кого только не было, да, мордва, чуваши, да. Поэтому вот сростки, это тоже совершенно потрясающее место. Вот таких песен, как поют в сростках, не поют на Кубани, а такие, как поют на Кубани, не поют в сростках. Там вот, и вот, конечно, Василий Макарович, его отношения с матерью, но это вообще отдельная тема. Я даже читала рассказ «Сердце матери», вот его рассказ читала с эстрадой когда-то. А она жила там уже после его смерти с дочерью, да? Она жила там, да, потом квартиру уже в Бийске, потому что уже ей тяжело было жить. В Бийске уже была куплена квартира, да, где сейчас там уже внуки живут, внуков тоже внуки, там же, так сказать, все, всю эту родню я знаю, и Наталью Макаровну, и Сереженьку, племянника Зиновьева, все, и теток его в этих, которые в сростках жили, тетю Нюру, которая всегда, когда мы снимали, она говорила, когда я там фуфайки за дровами, лесинку несла, фуфайки, она всегда говорила, Маня никогда в фуфайки не ходила, это все брехня. Маня не ходила, Маня, Маня это Мария Сергеевна, да, потому как Куксин был заготовителем, шкуры заготавливал, там ездил заготовителем, Маня всегда хорошо, у Маня плюшка была, мы потом тоже плюшку нашли, плюшку надели на Маню, на Марью Сергеевну, которую я играла. Маня, что это, Маня, Маня всегда хорошо одевалась, Маня, Маня была такая у нас, родные сестры ее говорили, поповы, они все поповы. понятно. Вот, так что Алтай, это тоже в моей жизни, это особая статья. Ой, я заслушался, а время-то убежало, так что давайте слово, что вы еще раз приедете. Тем много, еще надо темы, песен надо использовать, да. Слушайте, я знаете, что хочу вам, вот я поговорю, надо вообще-то обязательно со студентами встретиться, вот такой образный, живой язык с таким замечательным обобщением, с такими нюансами. Это надо вообще-то, чтобы вот молодежь это все почувствовала, вот не через телеэкран, понимаете. Ну, кто почувствует, почувствует, а может, кто-то и не почувствует. Почувствует. Мы не знаем. У вас просто гипнотический дар, вот, людей к себе притягивать. Я вам, вот, как вот вам сказала сейчас Замерченко, что самый искренний, уважения. Я верю ей, что они действительно самые искренние, потому что иных эпитетов в ваш адрес быть не может. Вам низкий поклон и самые искренние слова благодарности за замечательную встречу. Дай бог вам здоровья, дай бог вам новых творческих достижений, хотя сейчас это сложновато, с учетом многих особенностей нашей жизни. Да, да. И развития кинематографа страны. О котором мы тоже, я надеюсь, поговорим, да? Да, да. Вы знаете, когда вот встречаешься с такими людьми, то просто поражаешься вот воочию, да, насколько все-таки человек родился на Кубани, в простой семье. Никаких, так сказать, представителей. Да. И такое дарование актерское, человеческое. Ведь вас назвать можно послом советской культуры и искусства. Вот в прямом смысле этого слова. И всего вы добились сами, при этом не чураясь никакой работы. И понятно, что это во многом связано с тем, у кого вы учились, с тем вы общались, у кого вы снимались. Все как губка это впитывали. Ну, безусловно, конечно. Ну, это обогащает, это же люди. Я на своем пути встречала, я не помню дурных людей на своем пути, я встречала только хороших людей. Мне кажется, что мне просто сам Господь посылал их, как-то вот, хороших людей, которые мне просто вот как-то помогали и человечески раскрыться, и актерские, и я благодарна судьбе за это. Это счастье. Да, это счастье. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие друзья, я вынужден в очередной раз раскланяться. Всем доброго. До новых встреч.